Как Вас зовут? Умит Умит, да? На какой площадке публикуетесь? Ну, у меня в основном фейсбук, инстаграм и сейчас начал на ютубе. На ютубе у меня давно, но все это время было на узбекском, на русском, а сейчас я начал на узбекском. На узбекском, да, получается, языки больше? Ну, на фейсбуке и в инстаграм на русском. То есть на русском и на узбекском сразу. Какая тематика? У меня несколько блогов, есть личные, это Lifestyle, есть страница Trollus, там больше юмор, больше социальные проблемы, интересный юмор. Там передача у нас есть Trollus на телевизоре. Я, наверное, за всех блогер тоже буду спрашивать, да? Какая самая популярная площадка? Ну, у нас ютуб не так популярный из-за интернета. Ну, он сейчас набирает обороты, но все равно мало. А с интернетом это что именно? Скорость. Скорость интернета, цена, что он дорогой у нас. Так что, поэтому я на фейсбуке начал. Сейчас на фейсбуке мне, допустим, где-то 90 тысяч подписчиков, да? Но на ютубе у нас нет такого блогера, где 90 тысяч подписчиков. Есть те, кто за границей, я не понимаю. Но они все-таки так считают, потому что местного контента у нас нет. Это, получается, страница, да, в фейсбуке? На фейсбуке, да, страница. А люди часто там пишут сами, как профиль? Да. Ну, сейчас это так. Или все в основном здесь держат страницы, администрируют страницы фейсбука? Ну, есть группы, вот у нее группа врачи-ташкентцы. Врачи-ташкентцы, да? Да, у нее где-то 90 тысяч подписчиков. Ну, то есть участников уже, да. Скажи, потому что все там активные, да? Угу. А у меня страницы такие, я сам пишу. А люди тут лайки, прям все. Продолжаем наше интервью. Да. Я недавно был в Узбекистане, да, вот гастрономический тур. И узнал, что у вас, оказывается, очень популярен Telegram, да? Да. Больше, чем WhatsApp. Да. Почему так произошло? Ну, у нас все время WhatsApp тоже был популярен, но так получилось, что он то ли заблокировался, то ли затормозил. То есть фонографии не отправлялись. И в это время появился Telegram. То есть все интересные на Телеграм. Это так дружно просто взяли и перешли на другую социальную сеть? Да. Из-за одного сбоя или систематического? Нет. Ну, он полностью забыл. Ну, как бы он и сейчас нормально. Да. Но Telegram, он удобен тем, что там у нас превратился вообще в социальную сеть. Каналы, группы, боты. Телеграм это какой-то феномен вообще в Узбекистане. Да. Если честно, кто же был удивлен? Потому что здесь, в Казахстане, очень популярный WhatsApp. Больше, чем Telegram. Качать Telegram сейчас очень становится привлекателем для многих блогеров. Те, кто ведет каналы. Да. То есть очень многие начинают. У нас на тот же раз есть каналы, там 250 тысяч подписчиков. И у президента есть канал. А вообще какие-то движения будут в сторону того, чтобы интернет сделать более доступным? Да, да. Ну, вот сейчас обещали, что он станет крейсером быстрее, доступнее. Ну, не знаю. Посмотрим. Я очень надеюсь, потому что вот это все тормозит. Сильно. Блокинг, просмотры. Понятно. Так, а что за аппарат Canon? У меня, да, я недавно взял. А, Lumix. Lumix G85. Ага. Тут, что мне нравится, тут стабилизация и встроенная, и тут, то есть двойная стабилизация. А это? Ну, шумоподавление, да, получается? Да. Микрофон. Очень актуально в Астане, кстати. Да, я это понял. Хотя в Ташкете тоже ветрено. А еще интернета нету в скоростном пользе, да? Вот Wi-Fi. Ну, Wi-Fi у нас тоже проблема, хотя сейчас тоже по туристическим местам вот создают точки. Но, ну, не как в Казахстане, так сказать. Есть куда разве, куда расти есть. А можно такой короткий список самых популярных блогеров Узбекистана, чтобы зрители у меня поискали, посмотрели? Я, может быть, ссылку сделаю ниже видео. Да. Ну, самый популярный это я. Я шучу. На Ютубе у меня очень мало, 3000 подписчиков. Ну, это даже неплохо, я скажу, если честно. Так, Маклю, это моя супруга. У него тоже блог, она только начала, поэтому тоже мало пока. Это фотоблогер Павел. У него где-то один из... Ага. На Фейсбуке, да? Или Инстаграм? Да, Инстаграм. А на каком виде он пишет? Он travel тоже. Travel, да? Камиль? Камиль, он фотохудожник. Он так, фальтинер. Но у него подписчиков нет, но очень популярный тоже. Метро, он любит фотографировать. Метро, кстати, у вас сделал... Сейчас снимать. Но можно будет уже... Уже да. Скоро, в ближайшее время. Уже закон утвердили? И это скоро все запустят? Окей. Так, дальше у нас... Лиля, она вот врачи Ташкента. У нее группа. Но она не блогер, она как бы администратор группы. Ага, понятно. Это с Казахстана девушка. Ага. А вот Алим Анаркулов. Он наш узбекский Кейси Нейстад. Очень приятно. Послушайте. Ерлан. Ерлан. Да. Алим Анаркулов. У него где-то 9 тысяч сейчас у вас подписчиков. 9, да? YouTube, да, получается? Да. И начал он относительно недавно. Да. То есть для узбекского блогера... Сколько у вас? Год? Девять месяцев. Десять месяцев. Девять месяцев. Девять месяцев. Однажды тебе хорошо. Ну, то есть... Очень хорошо. Понятно. Я вот пять лет веду. Три тысячи. То есть я сначала на русском вел. А сейчас вот решил на английском. Надо было просто... Если ты с самого начала концентрируешься на YouTube, то должен был на русском. Да. Я просто забрал. Ну, у меня... Так. Для всех будущих блогеров такой совет не забрасывайте. Я забрал на два года, и он... как бы... Просел. Просел, да. Сильно просел. Сейчас он снова набирает. Ааа... Темы... Мы стараемся вообще такие хайповые темы не поднимать. То есть... Это вот... Не мой стиль. Алима тоже лайфстайл. Мы путешествуем. Мы рассказываем. Людям нравится. А так хайповые темы... Не знаю. У меня социальный проект Ролус. Он больше про актуальные темы, да? Про захваты, про дороги, да? И так далее, и так далее. Наши каналы, они не такие хайповые. Есть, конечно, YouTube-каналы. 130 тысяч подписчиков у них. Они вот хайп любят. Скандалы. Там разбор без звезд. Понятно. Это вот не наша цепь вообще. Мы стараемся как бы. Ну, более качественно. Понятно. А сейчас многие узбекские блогеры делают сайты, стендалоны? Или без этого нормально? Ну... Вообще у нас узбекские блогеры только-только разные. Потому что, ну, как бы... Интернет, понятное дело. И люди теперь начали смотреть на Руги. И начали... Нас снимать. Подражать, да? Так что... Говорить о каких-то сайтах и так далее. Раньше у нас LiveJournal хорошо же был, но... Ну, сейчас он уже погиб. У нас его не было длительное время по политическим соображениям. У нас LiveJournal был. Я там... Вообще там не лазил. Но я знаю блогеров, которые именно там популярны. Сейчас Facebook у нас. То есть Facebook он очень у нас популярен для дискуссий. И более... То есть он становится лидирующей, да, такой площадкой? Одноклассник мы никак не воспринимаем. Я зарегистрирован был там... Я даже не помню даже пароль. Так что Одноклассник... В ВКонтакте тоже, кстати, не очень. Я знаю, что он популярный. Я знаю, что он популярный. Но все равно спала уже популярность, да. В целом Facebook у нас и Instagram сейчас основные две площадки. Ну, YouTube. Instagram я знаю, потому что Uframe у вас есть. Да. И вайнеры в Instagram неплохо развиваются. Миллионники у нас. Да. Они у нас еще в фильмах снимаются, кстати. Да. Они там кампании начинали. Да. Ха-ха.